И очередной секс-скандал в Великобритании. На этот раз с участием руководителей благотворительной организации Oxfam. В чем их обвиняют, расскажет Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Гаити. Мощнейшее землетрясение. Более 200 тысяч погибших, миллионы пострадавших. Сотрудники Oxfam были одними из первых, кто примчался на помощь. Но, как оказалось, в момент катастрофы они находили время и на развлечения. Мужчины пользовались услугами местных женщин для плотских утех. Совершенно очевидно, что руководство Oxfam знало об этом безобразии и молчало. Ведь этим парням разрешили покинуть страну без наказания, что можно трактовать как покровительство. И мы сейчас задаемся вопросом, сколько таких случаев произошло и до сих пор происходит на Гаити. Директор местного отделения Oxfam приглашал женщин легкого поведения на виллу, которую для него арендовала организация. На Гаити проституция незаконна. Более того, среди приглашенных были несовершеннолетние. Oxfam это огромное международное объединение, работающее в более чем 90 странах. Оно борется с бедностью и несправедливостью. И новые обвинения нанесут серьезный ущерб репутации этой благотворительной организации. И не только в Великобритании, но и по всему миру. В Oxfam обвинения в сокрытии скандала отрицают. Дескать, еще в 2011-м уволили 4-х человек. Правда, того самого директора отделения в списке не было. Я считаю, что в то время Oxfam поступили очень ответственно и открыто. Мы расследовали этот инцидент и пришли к выводу, что злоупотреблений и общественными деньгами не было. Но некоторые люди вели себя недостойно. Это было неприемлемо, и мы приняли меры. Вот только в правительстве так не считают. Там говорят о чудовищном обращении с беззащитными людьми со стороны сотрудников благотворительной организации. На Даунинс 310 объявили, что пересмотрят сотрудничество с Oxfam. Это абсолютное предательство и со стороны людей, которых отправили на ГАИДИ помогать, и со стороны тех, кто отправил их туда. Эта история шокирует, в частности, тот факт, что в организации отсутствует моральное лидерство. Этот скандал может дорого обойтись Oxfam. В правительстве серьезно задумались о прекращении финансирования организации. А в прошлом году она получила около 32 миллионов фунтов от государства. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.